Автоприговор — это шоу, в котором два амбициозных блогера берут два автомобиля и устраивают батл между ними. Их ждет ряд суровых испытаний, зрительское голосование, и в конце проигравший должен оплатить победителю аренду элитного спорткара в Дубай. Дешевый тюнинг, максимальные скорости и беспощадные битвы. Автоприговор. Привет, братва! Это вторая серия второго сезона «Автоприговор». Как вы знаете, в прошлой серии я купил себе бэху, и сегодня мы с Елисей Каловским будем соревноваться на автодроме. Дрифтиться там, гоняться. Но у нас произошло небольшое ЧП, и машина сломалась сразу же после того, как мы ее помыли. Правда, с утра она у нас сегодня завелась, но потом снова сразу заглохла. Непонятно, с чем это связано. Может быть, сломался стартер, может быть, не хватает мощности аккумулятора, хотя он новый. В общем, думаю, это будет интересная серия. Желаю вам приятного просмотра. Готовьте чаек. И погнали. Аккумулятор, к сожалению, находится вот себе в багажнике, он еще закрыт такой пластиковой херней. У меня даже нет отвертки в тачке. Поэтому будем заводить с лукача, точнее, на трассу. Сейчас снимаю на видеорегистратор. Так, у нас есть прямая, можно пробовать будет завести. Тебя как зовут? Ну, Вовка, а че? Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. И так, наконец-таки, с третьей попытки мы смогли завести. Смотрите тачку, вот она работает. Слышите? Это мой черный бумер. Мистический просто, бандийский. Но я рад. Илья, должен приехать минуту на минуту. Сейчас надо быстренько почистить, привести нормальный вид. Ну и у нас все готово. Я боюсь газа давать. В прошлый раз она заглохла. Но, это BMW за 50 тысяч, что вы хотите. Одна еще из немалых проблем этой тачки, то что у нее супер какое-то грязное жирное стекло. Я купил такую тему, сейчас пытаюсь отмыть. Иначе я просто ничего видеть не буду. Так, ну вот, приезжает, приезжает команда, короче, Ильи. Здорово, здорово. Ну так и знали, что ты купил BMW. У нас уже она сломалась в два раза, чувак. Илья звонит. Да, приезжай, все, я уже тут наваливаю. Серьезно? Да не, шучу, я еле завел ее. Ну приезжай. В каждой машине 90-х должна быть бита. Поэтому, естественно, я не мог ей не обзавестись. Слабая аккумулятор. Можешь я подкрыть, пожалуйста? Если объективно смотреть, то у нас машина просто неподготовленная. Скорее всего, в сегодняшнем испытании мы встарем. Как минимум, нужно хотя бы переставить летнее колесо правое на спереднем, чтобы хотя бы сзади у нас были два зимних колеса, ну зимней резины. Ну все, Илюха едет. Сейчас я увижу его тачку. Так, по фарам я уже понимаю, что это не BMW. Хера, блядь. Иди туда мне, блядь. Это уровень, братан, на самом деле. У меня, смотри, какая тачка. Твоя так умеет вообще дрифтить. Я еще пока такого не делал, но я надеюсь. У меня заварка. Ты заварил? У меня заварка. Изначально была или нет? Нет, я заварил уже. Ты очень долго выбирал машину. В смысле? И она на один день больше. Три дня искал тачку. Я успел заварить, успел на ней подрифтить, успел ее сломать и успел ее починить за это время. Это не совсем честно, братан. Почему это не честно? Это более чем честно. Кто быстро находит, тот быстро тюнингует. Блин, чувак, ну конечно, 34-я это круто. С этим вообще не подходит. Она изначально выглядит офигенно. С этой не все так просто. Бэху за 50 тысяч или БМС не купить. Ты либо покупаешь машину без документов, либо ты покупаешь документы, но машины никакая. Поэтому я пошел немного нестандартным способом. Мы купили ее на свалке, точнее даже на разборке, можно сказать. В принципе, она тогда заводилась. Было все нормально. После мойки она сейчас не заводится. У нее какие-то что-то каратит. Ну, может быть, проблемы с таком-бусаком, не знаю. В общем, было все нормально. Мы помыли, она перестала работать. У нее есть маленький недочет, совсем маленький. Месяц назад на ней избили человека. О, ничего себе маленький недочет. И после этого она сразу появилась на свалке. Пока она еще не в розыске, не в угоне. В общем, каратит, как обычно, в своем стиле. Но она может появиться в розыске в любой момент. То есть ты на ней по городу особо ездить не буду? Я вообще на ней ездить не буду. У нас нет договора о купле-продаже. Мы просто ее взяли. На ней все документы. Он второй раз наступает на те же грабли. Да не, 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 в этот раз все нормально. Ну, по идее, по идее, прямо вот в номер вводишь, ГИБДД написано. Такого-то числа там в конце или в декабре, не помню. Короче, произошло наезд на пешехода в том месте. Вот здесь почему-то следы. Может быть, это следы от пули, я не знаю. Там не открывается багажник. Еще непонятно, что внутри. Мне нравится отвертка вставка. Отвертка. То есть это чисто настоящая вот драмбандистская тачка. Мне прям духа, вот понюхай. Ой, какой мерзкий салон. Фу. Далее, далее, она была, нет, нет, она была на идеальной коже, но она стоила 60 тысяч. И чуваки, чтобы сбить цену, они сняли полностью салон. Салон был в идеале вообще. Салон они сказали за доставку продадут. Слушай, ну, честно говоря, я сейчас рад, что я купил фартака, потому что это бэха. Она, конечно, неплоха. Она имеет хороший потенциал для тюнинга. Тапочки стильные, да, правда? Да, да, еще хотели. Ну, колесо летнее, я не могу понять. Одно, оно одно летнее. Я, наверное, переставлю сейчас, ну. Как ты дрифтить вообще планируешь? Потому что у нас сегодня соревнование, где мы должны валить боком. Выхлоп, ну, такой. Вся везде по-коцаная, вся везде подобида. Да, нормально. Но это бэха за 50. Именно поэтому я не покупал ни бэха, ни мрсдс, потому что все тачки будут вот такими вот. У нас предположения такие, то, что ты человек, который наехал на пешехода, либо его сбил, может быть, даже на смерть, я не знаю вообще. Он просто сдал эту машину, чтобы получить бабки и чтобы выплатить. Ну, в общем, будем надеяться, что все с твоей тачкой будет нормально. Мы сможем успешно завершить сезон автоприговора. А давай теперь я покажу тебе мою машину. Значит, это Ford Sierra, карбюратор, 87-й год. И тачка просто в идеальном состоянии. Вот она реально технически полностью исправна. Омывайка брызгает. Да ладно, омывайка. Щетки работают, фары светят, все поворотники, стоп-сигналы, фонари. Даже диски, посмотри, какие стильные. Она, кстати, стоит у тебя, хорошая. Спокойно поднимается на подъемнике. Хорошая зимняя резина. Она реально крутая. Мы еще и див заварили, и теперь она круто валит боком. О, у меня даже магнитола есть. Да, музыка играет, радио ловит, все четко, басы даже есть у этой машины. Блин, то, что ты заварил, конечно, это круто. Sierra 1,6, да, у тебя? Да, 1,6, 75 лошадей. У тебя сколько? Изначально 150, двухлитровый, 140 в ней. Но лошади у нас немножко разбежались, поэтому сколько сейчас, я не знаю. Ну, может, 100, да. Может быть, 100, да. Ну, это мощнее, чем у меня. Странно, что ты не перебылся, потому что я ее купил на лете, купил, кстати, за 40 тысяч рублей. А ты еще поменял резину? Да, и заехал, и просто перекинул покрышки, мне моего бюджета хватило для того, чтобы это сделать. В общем, как я вижу, ты пошел более адекватным путем, так сказать. Я пошел не на поводу у мальчишеского желания, а все-таки у здравого смысла. У меня был автоподбор, и автоподбор сработал хорошо, он меня отговорил брать бэху. Но у меня идет расчет на стиль, я рассчитываю на стиль, буду давить на стиль. Ну и, в принципе, если сейчас перекинем колесо, и все, она заведется, то она тоже, в принципе. Я думаю, стасил, хватит, чтобы наваливать боком. Ну что, поздравляю тебя с покупкой тачки, у нас сегодня были прикольная машина, очень круто, что мы взяли разные автомобили. Абсолютно разные машины, разных стилей, разных даже годов. Разный подход к делу. Да, и разное техническое состояние. Да. Сори, у тебя тачка плоха по всем параметрам, не считая того, что это бэха. Но для кого-то это тоже не плюс. У нас, к сожалению, севшая акул, поэтому сейчас мысли такие, то что лучше бы жигу, наверное, взял. Короче, я не знаю, мне кажется, у нас не работает генератор, поэтому, как я понимаю, все электричество из тачка будет брать из этого акула. Пробуем. Что с ключом-то? Все, блядь, нормально. Все, блядь, огонь, нахуй. Все, нормально, все, сейчас. Сейчас мы переставим одно колесо, и я готов к бой. Машина все-таки дрифтит, плохо, но дрифтит. Все, нормально, мы поставили назад оба зимних колеса. Денечку не будем тратить, электричество. Что, в принципе, нормально, сейчас едет. Я просто охренею, если бы на такой раздолбанной тачке еще и выиграем хоть что-нибудь. О, да ладно. В общем, я поменял колесо, купил новый акул, машина сейчас заводится на ходу. В принципе, я поеду на более-менее. И начинаем с первого испытания, состязания с драга. Мы стартуем с одной точки вместе, параллельно, и доезжаем, собственно, до конца прямой. Тут все просто. Кто приезжает первым, кто быстрее разогнался, тот и красавчик. Причем, как я понимаю, тут даже больше зависит не от мощности двигателя, а от зацепок. Ну да. Кто лучше зацепится. У кого лучше резина, тот и выиграет. Ну, в любом случае, это будет интересный заезд BMW против Ford. Субтитры сделал DimaTorzok Дима, как так-то. что случилось но это была жесткая победа прямо разорвал по-другому я просто включу старая передача включал включал и вот это быстро начал включать вы только тронулись ты сразу отстал ты сразу начал вторую ты качество я первого то она начала начала потом короче я расстроился этот балл бесспорно достается тебе но давай вне зачета еще один заездик просто интересная какая машина про и сразу со второй стартовать а ты какой стал я с первым вообще но я почти сразу вторую вот глупость я понял что да 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 я тоже потому что второй окей давай да снова это говно со второго раза ты конечно пободрее стартанул снова я не включу старая просто на первую часть подошь проект а да ладно ну да это всего лишь только первое испытание как бы ничего не решено ну да будет на канале два испытания тебя еще ждет одно испытание самое интересное будет дальше и мы переходим к дрифту пока можно немного потренироваться чуть-чуть понаваливать боком машина нормально идет такой второй поворот не плохо да для первого раза такой так сказать тренировочный первый заезд хочу сказать большое спасибо автодрому ссылочка и будет в описании там же вы узнаете расписание когда можно погонять приезжайте это реально круто проехал всю трассу третью надо будет сюда еще на x5m приехать итак дрифт что в судейство было наиболее объективное мы решили позвать трехкратного чемпиона рдс представьте как ты зовут феликс типа хавян у нас будет шесть заездов три из них делает гордей на своей тачке три из них делаю я на своей соответственно расскажи как мы будем присуждать баллы но судейство в дрифте всегда идет от 100 баллов который пилот начинает свой заезд и теряет баллы за ошибки по траектории либо по углу либо по скорости ну слишком медленный дрифт это тоже ошибка соответственно от 100 баллов то что у вас останется в конце лучшая попытка с максимальным количеством баллов идет зачет а если кто-то слетит с трассы либо развернется это сразу 0 до разумеется но японской считаю летел в обрыв но у нас будет три попытки и в зачет идет одна лучшее да надеюсь мне этого хватит все давай удачи без сходов стрессу до 1 заезд честно волнуйся но надеюсь нормально будет куда начинаем и каком место с поворота 1 с первого поворота нужно правильно поставиться в первого рот и все эту ну ладно итак вспоминаю навыки которые я приобрел на баклажане но это можно еще не считать за разворота а это уже разворот к сожалению меня развернуло но это все лишь я первая попытка и немного вам спойлера разверну у ильи тоже все пошло не так как надо первая попытка развернула в третьей попытке ты вылетел страсть в самом конце у меня присудил столько баллов за последнюю горит если бы не последний сход но 0 прям 0 но есть вторая попытка но ее мы тебе пока не скажем пока ты не проедешь свой заезд чтобы у тебя было больше нервов но я скажу что немало немало ну и немного но и немного ну и немало немало все садимся давай ильюха радуется он уже сделал свои зачеты у меня есть зачетная попытка я тоже сейчас все будет мне хочется ехать очень аккуратно чтобы не проиграть а когда едешь аккуратно дрифт не получается все нормально будет медленная скорость давай гордина ну что погнали вторая попытка удачи 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 И так, первая попытка есть, да? Но баллов еще недостаточно, по крайней мере, для уверенного победы точно, поэтому у меня есть еще одна попытка, и надо выложиться на максимум. Третью попытку я всрал. И так, самое время подводить итоги. Зачетная попытка у меня была, как я понимаю, только вторая, да? Да. И то такая не очень, но, тем не менее, сколько баллов? 75. 75. За что я получил минус? Какие ошибки? Минусы были у нас распрямление в средней части трассы и касались обочины колесом. Ну, это делал и Илюха. И тем не менее, баллы, которые ты набрал, они за счет скорости и стабильного угла, который ты мог держать на ней. На самом деле, ты меня удивил, особенно вот в этом втором заезде. То, что было вне зачетного участка на большой дуге, вообще, меня поразило, что эта тачка такое может. Хорошо. Хорошие 75. Хорошо. А хорошо, это ли плохо, ты узнаешь позже. Итак, если подводить общий итог, то в драге, к сожалению, я проиграл, я не смог подкнуть вторую передачу, а в дрифте я показал целых 75 баллов. 75 баллов это неплохой результат, но, друзья, на моем канале есть видос, где я получаю свои баллы, а также там проходит другое испытание, в котором мы соревновались, а именно в кольце два круга, это было мощно. В общем, переходите по ссылке в описании, смотрите и узнавайте, кто из нас сегодня победил. А в следующей серии мы уже займемся тюнингом. Я лично считаю то, что моя машина уже круто смотрится, но плохо работает, это ее минус. А моя смотрится пока что так себе, но работает четко, поэтому я ее прокачаю по внешнему виду и собираюсь надрать тебя в целом сезоне автоприговора. Я бы не был на этом месте настолько самоуверен. В общем, все только начинается, это второй сезон автоприговора, впереди еще будет много всего интересного. Поддерживайте нас в инстаграме, ставьте лайки, ну и ставьте лайки под этим роликом, подписывайтесь на канал. С вами был Дима Гордей, Илья Стреколовский. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Гордей